Музыка Итак, у нас рубрика Кака и Окей. Кака and Окей. Что стоит брать, а что не стоит, на что стоит обратить внимание в том же фикс-прайсе или просто где-то там, не знаю, где вы хотите. Приобретать что-то подешевле, потому что у нас есть еще магазин Регион 38, где все по 38. Так вот, брала по рекомендациям блогеров, что большой объем, объем действительно огромный. 40 там каких-то 7-5 несчастных рублей. Но я поняла, что я не буду пользоваться этим больше никогда. Причина? Если вы не слышали адскую вонь, купите и понесите. Девочки, адское вонище. Честно, девочки, это нельзя мазать на человека. Ой, и вот здесь вот совершенно потрясающий, просто, не побоюсь этого слова, аромат. Все, я вернулась к ней. Я вернулась. Вот, я сидела на ней долгие годы и буду продолжать сидеть. Точно так же, как на кондиционерах для белья. Да, мы покупаем в фиксе кондиционеры, которые стоят копейки, но в них нет аромата. Ароматизатор и кондиционер – это разные вещи. Когда мы покупаем цветную жидкость, извините, там должен быть аромат, там аромата нет. Чем ароматизатор? Ну, я не знаю, это может быть для аллергиков или еще для кого-то, чтобы вообще ничем не пахло. Тогда да, фикс прайс. А если хочется, чтобы была отдушка классная, тогда это вот. Вот как бы нет, все, однозначно, девчонки, не берите, это адская вонь, просто адская. Проще переплатить в два раза и получать удовольствие, когда вы снимаете лакс со своих ногтей. Далее, рекомендую, работает однозначно. Сюда нужно вставить батарейку. Подойдут родные батарейки, фикс прайсовские, все отлично. Сейчас покажу, как она работает. Вот, терпение и труд, все перетрут. Короче, она вообще, она реально может справляться с какими-то сложностями. У меня кошка чешет ухо, вот прямо, вот просто, вот единственный день, просто за месяц, когда надо почетать ухо. А собаке нужно обязательно потрясти ушами. В общем так, это да, это скорее да, чем нет. Рекоменд. Ой, боже мой, давно собиралась вам вообще рассказать про эту, про этот вообще товар, отдельную историю. Вот я сейчас как раз заменяю наконечник, потому что тот выглядит немного потрепанным. В моем случае было три наконечника вот здесь, это сейчас, который маленечко, так скажем, позатаскался. Вот он, я его выброшу. Вот прямо сейчас я это и сделала. Значит, девочки, алло, ку-ку, кто сказал, что когда вы навазюкали лака на свою кожу, сюда надо залить ацетон и начинать возюкать ацетоном по вашей коже? Покажите мне этого гения в кавычках. Вот блогеры, бьюти, да, они по большей части обыватели, которые не въезжают, редко когда попадаются профессионалы, да, особенно когда они начинают что-нибудь путнее советовать, я просто плачу от счастья. Так вот, сюда не надо заливать ацетон и возюкать по вашей коже. Найдите того, кто это сказал и плюньте в глаз, правда. Здесь есть, здесь есть отверстие, вот так вот мы его откручиваем, четыре наконечника в моем случае, и сюда мы заливаем маслице, ку-ку, гений про ацетон, которые рассказывают всей стране и всему миру. Так вот, потом вы так его располагаете, маслице так поступает на кончик. Ну, нужно время, а потом его вот так перед тем, как красить ваши ногти, вот так вот раз-раз-раз маслицем, понимаете, полезным продуктом. А потом, когда вы начинаете красить ваши ногти, и если вы вдруг не левша и правша, как я, а у вас одна рука и в пятой точке. Так вот, мне проще, мне проще, я могу френч на двух руках нормально сама рисовать, мне для этого в салон ходить не надо. Так вот, и потом, когда лак попал, вы просто ватной палочкой вот эту вот, то, что получится маслица плюс лак сверху, вы нормально просто сотрете. Маслица, маслом это надо стирать, а не ацетоном. Бьютифея, ютуба, привет вам большой. Значит так, батарейки, вот эти вот, они реально годятся для того, чтобы вставлять вот в эти вот машинки для того, чтобы стачивать неровности с ваших ногтей, там, акриловые или какие. Я не знаю, у меня она вообще давным-давно работает, ну, я, конечно, там, не использую ее по 15 часов в сутки. Но так, как-то раз, я помню, что мне понадобилось, она вообще отлично справилась со своей задачей, я сегодня даже стояла, думала, купить ли мне вторую, а потом решила, зачем мне покупать вторую, если у меня первая в порядке, пока, во всяком случае. Так, значит, что касается батареек, батарейки у меня вообще тухли-дохли. Вот такие разделители, они плотные и они неудобные, немножко они дискомфортные. Вот, ну, они типа веселые такие, позитивные. На них так посмотришь. Дальше поехали, хватит прикалываться. Значит, по поводу вот этих лаков. Я, кстати, искала-искала, искала-искала. О, нашла! Вот оно. То, что заслуживает вашего внимания. Значит, топ не работает, бред. Быстро отлетает, быстро отлетает. Вот два лака, которые держатся более-менее. Но, по сравнению вот с этим средством, все, что я показала, это... Значит, вот так выглядит средство, которое может держаться, укрепитель, бла-бла-бла, которое может держаться реально долго. То есть, просто долго, вот настолько долго, что я обалдела. Типа с кальцием, ну, не знаю, там, с каким оно кальцием. Сейчас про запах отдельная история. Запах ужасный. Просто ужаснейший запах. Но он реально держится. Если вы в качестве подложки наносите умную эмаль, умную эмаль, или хотя бы немного интеллектуальную эмаль, которая везде продается в магазинах, тоже за 100 рублей, у меня поразило то, что он, правда, долго держится. Но он еще и долго сохнет. Ну, тут уже кому как. Но это, правда, держится. Не знаю, что можно нарисовать вот с этой кистью. Ну, наверное, что-то можно. Он жидковат. Он не будет давать вам такой насыщенный цвет, который вы видите в банке. Вот в этой вот. Не знаю, тут уже ваше личное дело. Но из всего вот этого, вот это нормально. Значит, написано, гель-тоник для век. Да, он действительно гелевый. Да, он идет, между прочим, с пузырьками. Обратите внимание, практически как наш любимый мицеллярный гель от Voreal. Продукт не только для того, чтобы тонировать кожу. Он спокойно стирает всякую бяку. И вообще, я его перелила вот в такую помпочку. И смотрится, так знаете ли, нормально. Подается тоже хорошо. Вот такая увлажнялочка. Практически водичка. Ну, такая чуть-чуть гелеобразная. Нормально, советую. Ну, и вот такие наушники. Они есть ярко-неоново-зеленые такие, пронизительные. Они есть синие просто. А вот нельзя было просто сделать белое. Или черное. Вот надо было обязательно сделать вот этот вот. Ну, хотя, ладно, что. Что уж тут. Ничего про это сказать не могу. И спробую, скажу. I love you! Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Идите на первую страницу. И смотрите. Там у меня есть парфюмерные видео. Фикс-прайсовские видео. Макияжи. Блок-влок-ворки. Которые я просто кидаю в одну папку. Вернее, плейлист на ютубе. Это называется плейлист. В общем, короче, девочки и мальчики. Я вас обожаю. Вас уже скоро 500. Без накруток. Без проплаченной рекламы. Я правда вас люблю. И запомните. Не важно, что происходит. Важно, как мы к этому относимся. А тем более близится. Вот. Короче, всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok